Телеграмм только что размещал, там облигации, я не знаю, они их там разместили, нет. Я ВТБ там сказал, что они стоят, была смешная такая оценка, от 2 до 120 миллиардов. Ты понимаешь, что такие оценки значат? У тебя какое мнение о Телеграмм? Сколько он стоит? 120 или 5? И будет ли он стоить? Что вообще про дурова думаешь? Мы в некотором смысле похожи так вот. Я вас обоих знаю лично. С плохой или с хорошей стороны? Вы, похоже, отрицательными оба качества. А хорошими у тебя и есть, а у него практически нет. Я не знаю, тяжело сказать. В конечном итоге должна быть какая-то бизнес-модель, бизнес должен зарабатывать деньги. Дальше надо думать, сколько они потенциально могут заработать. То есть, в принципе, скорее всего, будет как YouTube, даже может быть больше. То есть, сколько YouTube сейчас стоит? 400 миллиардов. Вот. Если это все дисконтировать, ну, не знаю, 50, может, миллиардов должен стоить. 50-100. Ну, при том, что сначала должна появиться бизнес-модель, да? Ну, если вы верите в то, что бизнес-модель появится, то вот какая-то такая оценка. То есть, если бы я был инвестор, я бы такую оценку кладывал. Твой взгляд очень интересный, потому что меня это интересует. Это такая феномена, да, телеграмма. Ну, у меня дети в разных странах живут, и в западных. И он вообще ноль в западных странах, в отличие от революта, которая в каждой цивилизованной стране, там, Швейцария и так далее, представлена большой. А револют только в каких-то мутных странах, давай так назовем это все. В странных, там, диктаторских. Телеграмм, ты имеешь в виду? Телеграмм, да. Вот твой взгляд, почему у них так, ну, цивилизованный мир не заходит? Что там, что они не так делают? Я думаю, исторически как так сложилось, что изначально весь западный мир, он был на WhatsApp, потом появился Телеграмм, поскольку Телеграмм, ну, с русским основателем, стал очень популярным в России, а из России уже пошло, там, ну, на более-таки имейджемаркетс. Ну, Playrix тоже из Вологды, ну, там, в России у них 2% ревеню, но в Лос-Анджелесе все играют. А, это другой бизнес, это Телеграмм, это как social networks, там очень много от connections зависит. Если я пользуюсь, у меня друг пользуется, мы находим value от продукта, а игры это совсем другое, то есть там может любой человек играть. Там не обязательно, чтобы я играл, еще мой друг и кал.